Спутник движется по круговой орбите на высоте h, равной 2000 км от поверхности Земли. Определите его скорость и период обращения. Для начала запишем данную. Высота h равняется 2000 км. Переведем систему C в метры. Это 2 на 10 в 6 метра. Радиус Земли равен 637 на 10 в 4 метра. Масса Земли равна 6 на 10 в 24 кг. Градиационная постоянная равна 6,67 на 10 в минус 11 ньютон на метр квадрат, знаменатель килограмм в квадрате. Найти скорость спутника. Найти период спутника. Сделаем схематический рисунок. Наш спутник движется по круговой орбите вокруг Земли на высоте h от поверхности. На спутник действует сила, гравитационная сила притяжения. А так как спутник движется по окружности, значит у нас есть центростремительное ускорение А. Оно направлено к центру масс. Направим ось Х по направлению центра стремительного ускорения. Тогда по второму закону Ньютона, по оси Х, наша гравитационная сила притяжения будет равняться произведению массы на центростремительное ускорение. С другой стороны, гравитационная сила притяжения будет равняться гравитационная постоянная на массу Земли, на массу спутника, знаменатель на расстояние между центрами масс в квадрате. Подставим нашу гравитационную силу притяжения во второй закон Ньютона. Тогда у нас получается, масса спутника, умноженная на центростремительное ускорение, будет равняться гравитационная постоянная масса Земли, на массу спутника, знаменатель на расстоянии между центрами масс в квадрате. Разделим все наше выражение на массу спутника. Тогда у нас получается, что А центростремительное будет равняться гравитационная сила притяжения, масса Земли, знаменатель на расстоянии между центрами масс в квадрате. А центростремительное равняется V квадрат деленное на R. Подставим наше центростремительное ускорение в ранее полученное выражение. Тогда у нас получается, вместо А центростремительное ставим V квадрат деленное на R, равняется гравитационная постоянная масса Земли, деленная на расстояние между центрами в квадрате. Выразим отсюда скорость спутника. V спутника квадрат будет равняться гравитационная умножить на массу Земли умножить на расстояние R, знаменатель R квадрат. Сократим R, и у нас получается гравитационная масса Земли, знаменатель, радиус R. Тогда скорость спутника будет равняться гравитационная масса Земли, деленная на R, и все это под кордом. Расстояние R – это сумма радиуса Земли плюс высоты H. Подставим наш радиус в выражение для скорости. Тогда у нас получается, что скорость спутника равняется гравитационная масса Земли, знаменатель, радиус Земли плюс высота H. И все это под кордом. Подставив сюда значение, получаем результат, что скорость спутника равняется. Переведем в километры в секунду и округлим до целых. Это 7 километров в секунду. Найдем период обращения. Период обращения спутника будет равняться длина орбиты С, деленная на скорость V. Длина орбиты С будет равняться 2πr. Подставим нашу длину орбиту выражение для периода. Тогда у нас получается, что период обращения спутника будет равняться 2πr, знаменатель, скорость V. Заменим наше расстояние R на ранее полученное выражение. Тогда период T будет равняться 2π умножить на радиус Земли плюс высота H, знаменатель, скорость V. Отставим сюда скорость спутника, которую мы получили ранее. Тогда период обращения спутника будет равняться 2π умножить на радиус Земли плюс высота H, разделить на скорость V. Скорость V это гардиционная постоянная масса Земли, знаменатель, радиус Земли плюс высота H. И все это под корнем. Разделив, получаем 2π умножить на радиус Земли плюс высота H умножить на корень квадратный. От радиус Земли плюс высота H, знаменатель, гардиционная постоянная масса Земли. И все это под корнем. Посчитав, получаем, что период обращения это 7605 секунд. Запишем ответ. Скорость спутника равна 7 километров в секунду. Период обращения спутника равен 7605 секунд. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.